Новый футбольный сезон текстильщик начал с победы над своим принципиальным соперником. В среду наша команда принимала на своем стадионе торпеды из Владимира. Непримиримые соперники сошлись на одном поле впервые за три года. Посмотреть дерби пришли около шести тысяч зрителей. Игра началась с ошибок футболистов обеих команд. Спустя десять минут после начала встречи ивановцы перехватили инициативу и стали методично нагружать оборону гостей. Так уже на десятой минуте встречи Сергей Осадчук пробил в дальний угол ворот гостей. Ивановцы открыли счет. Далее игра продолжилась с стремительными атаками торпедовцев. Видно было, что черно-белые любой ценой хотят отыграться. Но галкипер-текстильщик Андрей Романов отразил все покушения на свои ворота. И снова ивановцам выпал шанс забить на 25-й минуте. Чем и воспользовался новичок команды Виталий Диков. На перерыв торпедовцы ушли заметно приуныв. Но вернулись полные сил и спортивной злости. Еще бы ведь поболеть за них приехали около сотни владимирских фанатов. И как оказалось, не зря. В начале второго тайма одна из многочисленных атак черно-белых все-таки завершилась голом. Но попытки владимирцев сравнять счет оказались безрезультатными. Их надежды на победу, ну или хотя бы на ничью, окончательно испарились, когда на 30-й минуте второго тайма Диков с подачи капитана-текстильщика Евгения Лосева оформил дубль в своей дебютной игре. Счет 3-1 не стал итоговым. Ивановцам удалось увеличить преимущество, тем самым окончательно добив вдоволь набегавшихся гостей. На этот раз ворота соперника поразил Анзор Саная. Шестой гол этой встречи оказался в воротах хозяев поля. Но отыграться гостям он никак не помог. Итоговый счет 4-2 в пользу ивановцев. Триумфатор матча, автор двух голов Виталий Диков признался, в сегодняшней игре ему помогла поддержка новых одноклубников. Тренер гостей признал поражение по всем статьям. Вопросов нет и в силовой какой-то борьбе, в обращении с мельчем, в технике. Какие-то тактические вещи. Мы были слабее. Но это нормально, для нас нормально, объективно. Все-таки команда у нас новая. Команда новая даже для Владимира новая. Кубковый матч, принципиальный соперник, ну такой, как стихи можно писать. Это лирика, это понятно. Нам разницы нет. Но к любому сопернику готовимся одинаково. Поэтому в атаке мне понравилось. Две ошибки в обороне, которые два мяча были забиты. Надо их разобрать, чтобы нам убрать эти проблемы. К сожалению, они у нас часто появляются, поэтому есть работа. Работы у тренеров и футболистов теперь будет предостаточно. В следующем кубковом матче текстильщик встретится еще с одним дебютантом зоны Запад – Костромским «Динамо». Первенство России же стартует уже 15 июля. Первый матч ивановцы проведут на выезде в Долгопрудном, где встретятся с одноименным клубом. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ «Иваново». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова